Музыка Привет ребята, с вами ваш онлайн вокальный коуч И сегодня я вернулась к вам с новой реакцией Итак, сегодня у нас день Димаша А также немного и Ларри Фабиан Потому что недавно я сделал реакцию на Ларри Фабиан с песней о Даджио И некоторые из вас в комментариях сказали, что Димаш также спел эту песню Он сделал кавер на песню о Даджио Так как он сам является огромным фанатом Ларри Фабиан Итак, и теперь когда я наконец-то узнала, кто такая Ларри Фабиан И услышала её версию песни о Даджио Я жду не дождусь услышать версию её фаната, который сам является невероятно безумным талантом Итак, сегодня мы будем смотреть Димаша с песней о Даджио В шестом эпизоде на шоу Сингер в 2017 году Давайте же погрузимся в версию о Даджио Димаша О, он играет на пианино ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Beautiful intro I don't know where to find you I don't know how to reach you I hear your voice in the way I feel a wonder my skin Goodness Да, да, хорошо Итак, первые две части песни он спел в более нижних октавах Если я правильно помню, в версии Лары Фабиан было так I don't know where to find you Он спел не настолько низко Я знаю, что у Димаша большой диапазон Но вы можете услышать, как он делал вокальный штробас посередине этого отрезка И я заметила, что Димаш именно так как бы подключается к своим нижним регистрам И, возможно, фраза «Find you» была слишком низкой для него Ну, по крайней мере, именно в этот день Или может быть, что он просто решил поменять мелодию, потому что он так чувствует Такой шанс всегда есть Я здесь просто спекулирую Но в любом случае, он уже сделал классическую димашевскую вещь Где он поет первые две части этой песни на две октавы ниже, чем следующая часть Это так по-димашевски Сделать такое Знаете, он такой, я должен сделать что-то драматичное Своим голосом Сразу же, на октаву выше, почему бы и нет Для меня фраза То, как он спел эту часть Это было так вызывающее воспоминания Мы должны послушать эту часть заново Я люблю это Я очень люблю это. Я просто должна отметить то, как он в своем выступлении просто прислонился к пианино. Как будто бы я даже не знаю, смогу ли я встать, чтобы спеть все остальное. Мне очень понравилась эта деталь. Я не знаю, как я встал. Я не знаю, как ты будешь встать. Ты будешь в моем сердце. И ты будешь встать. загладил, я знаю, что такое происходит с певцами, у которых медленная вибрато, а Димаш меняет скорость своего вибрато, опираясь на тип песни, а также жанр песни, а также опираясь на то, где находится расположение его голоса, насколько громко или мягко он поет. И вот он также меняет скорость своего вибрато, а сейчас он делает такое обдуманное медленное вибрато. Давайте посмотрим, что же пройдет дальше. Его голос такой резонантный, там, наверху. Я могу просто представить, как же звучит его голос в том помещении, который исходит из колонок. Должно быть, это именно те ноты, которые вы чувствуете прям в своих костях, потому что все резонирует в его голосе. Так круто! Субтитры создавал DimaTorzok Каждый раз, Димаш, каждый раз. Та нота была длинной. Он поменял ноту, а потом продолжал держать ее. А я вот хотела остановить, прям незадолго до этого, чтобы сказать, что это его выступление с 2017 года. Я слышала голос Димаша через года. Я слышала, как развивался его голос с этого момента. А в этом моменте его голос так и так, такой внеземной, внеземно хорош. Я заметила, как улучшился его голос в некоторых нотах, которые стали намного сильнее. Но, когда он начал петь ту длинную ноту, просто челюсть отвисает. Это знаете, как хватаетесь за ваше кресло? Вы только что взлетели на космическом корабле. Мы должны послушать эту часть заново. Это было идеально. Продолжение следует... Он полностью и полностью погружается в свою внутреннюю Лару Фабиан. Это моя любимая часть этой песни. Ну, та часть, которая только что произошла. Эта часть от Лары Фабиан мне тоже понравилась. И версия Димаша тоже мне нравится. Думаю, та часть, где он долго поет, а потом поднимается, поднимается и поднимается, моя самая любимая часть. Ну, именно с выступления Димаша с этой песней. Но и эта часть была... Потрясающая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему бы и нет? Тот факт, что Димаш просто порвал эту песню четыре или пять раза в этой же одной песне, он закончил песню и такой «Еще одна вещь, я добавлю еще парочку оперных нот в самый конец». Вот так и должно быть, певцы, не сдерживайтесь, дайте им все. Он такой «Возможно, я их не убедил, когда он два раза поменял ноту, где он поднялся выше два раза. Возможно, я их не убедил на этой высокой ноте или на той высокой ноте, или на этой мощной ноте, или когда и на коленях, как будто бы, как будто бы кого-то нужно было еще убеждать. Но тот факт, что он такой «Погодите, еще кое-что». И мне понравилось, как он просто снес аудитории крышу три, четыре или пять раз за песню. И он такой «Погодите, еще кое-что, еще одно». Это и значит быть храбрым и бесстрашным. Это значит «Я здесь, чтобы выиграть». Это значит «Не важно, я выиграю или проиграю, но меня запомнят, я возвышусь и буду совершать великие дела». И Димаш это точно сделал. И какими не были бы планы и мечты Димаша, я уверен, что если он еще их не добился, то он точно их добьется. Давайте посмотрим ту часть еще раз, где был оперный момент в конце песни. Еще один разочек. Об этом я и говорю, ребята. И Димаш всегда это делает. В каждой песне Димаш отдает нам каждую унцию своей энергии, чтобы выразить песню. Я очень рада, что я посмотрела версию Ададжо от Ларри Фабиан в первую очередь, потому что теперь это заставляет меня оценить, как он переинтерпретировал или просто интерпретировал эту песню, чтобы эта песня подошла под его вокальные способности. А также не забывая о том, что он сам является фанатом Ларри Фабиан. И я об этом не знал, а пока вы мне, ребята, об этом не сказали. И теперь я могу оценить и этот аспект выступления, который отдает дань уважения Ларри Фабиан. Каждая версия этой песни, версия Лары Фабиан и версия Димаша, они для других слушателей, для разных целей. И они оба, Лара и Димаш, на сцене очень мощны. Они очень убедительны. И они всегда заставляют нас почувствовать то, что чувствуют они. Надеюсь, вы насладились ее реакцией и моим переводом. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы вам все понравилось. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok